И всем добрый день! На дворе 21 мая и у нас наконец, мать его, первый теплый майский день. Весна дала жару нам в этом году. 18 мая шел снег, до этого шел снег. Идут дожди, морозы по ночам, заморозки. И, короче, думали не дождемся морято в этом году, но вроде немножко потеплело. Из проделанной работы удалось только завести лес на перекрытие и на стропильную систему. Ну и пару кучек, чтобы отсыпать внутри фундамент. Вот, конечно, многие сейчас напишут, что засыпать фундамент надо было до того, как я возводил стены. И знаете, что я вам скажу? Все абсолютно правы. Но, когда надо было засыпать фундамент, когда не было стен, не было денег. Что ж поделаешь? Сейчас придется взять лопату и потихоньку буду закидывать. На перекрытие взял брус 5-метровый. Паралет у меня 4,10. Брус я отпиливать не буду. Куда мне такие огрызки потом? Чуть меньше метра получается даже. Просто я не буду перехлест. Вместе с виду. И просто стену шпильками будет крепче держаться. Брус у нас 100 на 200. По расчетам должно хватить с запасом. Да, и не зря я все-таки построил такой длинный гараж. Вот 6-метровая доска. И у нас даже тут возле стола остается место небольшое. Конечно, что-то делать сейчас тут неудобно будет. Но да ладно, краска есть. Потому что с этой стороны я боялся, что просто-напросто не откроется дверь. Ну вот так, доски прекрасно влезли. До стропильной системы еще далеко. Хорошо, вон большие зазоры. Доска как раз хорошо просохнет. Под крышей. В жаркие солнечные дни. При закрытом гараже. Здесь просто баня, не печка. Как раз хорошо для просушки данных досок. Но просто сейчас чуть-чуть подсохнет. Недельку, наверное. И буду покрывать его антисептиком. И уже устанавливать на место. Потому что в начале июня должны уже привезти блоки. И надо уже начинать возводить стены. Хватит гадить лафу. Блин, так долго ждал эту весну. И она, как всегда, зараза. Немножко подвела. За зиму заметил. Тут была неприятность людей. Не знаю, видно, не видно. О, попробую увеличить. Вот виден дом из газобетона. Здесь и... Где-то... Вот он. Первый этаж. Один этаж. Осенью это был нормальный дом. Уже под крышей. Уже там даже вроде жили люди. Я когда сюда приехал на участок, у нас что-то стояло под крышей. Вот за зиму сгорел. К несчастью. Это уже второй дом, который я вижу, что здесь, в данном поселке сгорел. Да, опасная штука этот огонь. Поэтому будем покрывать хорошо все доски огнем биозащитой, чтобы хоть как-то обезопасить себя от этого опасного явления. И вот так вот приехал немножко поразмяться после работы. В итоге перекопал, то есть перекидал полкучи песка. На все про все ушло два часа неспешной работы. Немножко кидал, немножко отдыхал. и старался сильно не напрягаться. Как-то так получилось. Если не врут водилы КАМАЗов с Южных Республик, то в КАМАЗе должно быть примерно 6, то есть примерно 12 тонн. Ну, получается, где-то 6 тонн перелопатил. Ну, да ладно. Забыл сообщить одну новость. Одновременно и очень хорошую. И одновременно не очень хорошую. Зима у нас была долгой. Заняться зимой особо нечего. Поэтому размножались. 28 февраля у меня родился сын. У меня имеется дочка. Ей сейчас скоро исполнится 4 года. И вот сейчас сын. Полный комплект. Это очень радостная весть. Ну, и в плане стройки это не очень радостная весть. Потому что жена снова ушла в декрет. После предыдущего декрета она сумела отработать всего полгода. И опять в декретный отпуск. Поэтому в финансовом плане сейчас дела обстоят не очень хорошо. Поэтому в этом году дом под крышу не уйдет. Дострою стены. боковые стены, фронтоны. Сделаю армопояс. Все как положено. Ну, и поставлю стропильную систему. Короче, на все это уйдет вот весь тот лес, который я закупил. На зиму ничего не должно лежать. Если оно будет лежать, то это я зря купил в этом году. Поэтому сейчас поработал все, слова все вылетели. Перекрытие в виде бруса положу, возведу стены, армопояс и стропильную систему. И как бы и все. На большего денег нету. не секрет для кого не буду скрывать, что строится все это на кредитные деньги. Потому что скопить на все это никак не получается. Беру небольшие кредиты, закупаюсь на год и потом в течение зимы стараюсь расплачиваться. С прошлого строительного сезона кредит до этой весны погасить полностью не удалось. Поэтому уже возникли небольшие проблемы. Пришлось кредит срочно закрывать, занимать деньги на это и брать новый. Не будем о грустном. Будем думать, что у нас все будет хорошо. Не думать и надеяться. С домом также опять ничего не происходит, слава богу. Единственное по фундаменту опасения вызывает вон тот угол. Как видно он сыреет. Потому что здесь плохо протрамбовано все. Как говорил ранее, когда заливали фундамент, где-то вот с этой стороны встал смеситель и начал лить туда в эту сторону. И получается, что весь щебень утосил здесь все. Жидкая часть пошла сюда и сюда. А этот щебень растолкать никак не получилось. Потому что здесь арматура схлестывается, туда лопату просто не просунуть. Вибратора не было, к сожалению. И поэтому угол такой остался некрасивый и вызывает больше всего опасения. Но слава богу пока с ним ничего не происходит. с этими некрасивыми штуками торчащими щебнем думаю возьму клей газобетона заведу его погуще и просто зашпактую чтоб все было ровно. Не знаю поможет это или нет. Но сделаю. Хуже от этого точно не будет. Ну а на этом сегодня все. Всем пока.